Вести бизнес честно, не ущемлять праводольщиков, исполнять социальные обязательства. Этого власти Щелковского района требуют от всех, кто хочет прийти или уже пришел строить в наш район. На очередном стройчасе обсудили вопрос принадлежности инженерных сетей ЖК Новая Жигалова. Сейчас они в собственности застройщика. Муниципалитет заинтересован в подключении к ним будущей школы в Жигалове. Сейчас пришли к договоренности, что мы получаем от них гарантии письмо о том, что все ресурсы к этой школе будут подключены за счет застройщика. Для нас это предпочтительно, значит мы меньше потратим на строительство школы. Не слишком ответственно исполняет поручение, даваемое на стройчасах, компания Промриэлт, застройщик ЖК Вега. То долго не могли достроить дома, то потом найти управляющую компанию. И дома должным образом не обслуживались. Наконец дело сдвинулось. Выходит управляющая компания «Вангард», которая согласилась со всеми условиями работы на этих домах. Принимает сейчас жилой фонд, проводит голосование на выборы управляющей компании. Пусть это там и лифты запустит, и все остальное будет в штатном режиме работать. Компания «Инвестпроект МСК» не просто возводит ЖК «Центральный» в Щелкове, но и несет обязательства по расселению ветхих домов ближнего Воронка. Поэтому застройщика особый спрос. А он из-за разногласий с партнерами нарушает графики строительства. Администрацию района затянувшийся спор коммерческих структур не устраивает. Мы сейчас будем принимать меры для того, чтобы разбить от строительства наряд домов, наряд инвесторов, для того, чтобы ускорить рассидение непригодное для проживания в районе жилья. Я от коллеги не услышал ни одного положительного решения по тем вопросам, которые задал. ЖК «Восточная Европа» в сельском поселении Медвежье-Озерское. Алексей Валов неоднократно выезжал туда, чтобы разобраться в проблемах ресурсоснабжения новостроек. А то, что застройщик не исполняет обязательства по строительству соцобъектов, школы и детских садов, дошло и до областного Минстроя. Позиция властей ужесточается. Для нас очень важно, чтобы не только заработали все коммунальные объекты на территории этого строительства, но и социальные объекты начали строиться. Поэтому будем сейчас готовить ответ, претензию в сторону Восточной Европы. Они дальше не смогут строиться, пока не построят социальные объекты. Они это услышали. ЖК «Ласточкино гнездо» – недострой на берегу Кожинского карьера. Три дома построили шесть лет назад, и все остановилось. На строй час вызвали представителей компании КАИР «Развитие». Оказалось, инвестор-застройщик готов возобновить работы. На первом этапе возвести семь малоэтажных домов. Есть ли у вас силы и финансовые возможности продолжить строительство? Продолжить строительство на всем участке или на первую очередь? На первую очередь. На первую очередь у нас есть возможность застроить. И в какие сроки вы предполагаете закончить в первую очередь строительство? До года. Застройщику дано поручение через неделю представить на строй час дорожную карту. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok